О них говорят драгоценных дел мастера. Их работы удивляют, восхищают и завораживают. Ювелиры. Уникальная и необычная профессия. Ну и сегодня Международный день ювелира в студии Доброй Раницы Беларусь лауреат премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение художник-ювелир Олег Ермолович. Доброе утро. Доброе утро. Вот Олег Леонидович. Ювелирное искусство нередко называют самым сложным из всех видов искусств. Давайте о вас поговорим. Мы знаем, что вы закончили Минское высшее зенитно-ракетное училище. И вот будучи инженером по образованию, как нашли себя в ювелирном деле? Как вот пришли? Так же и сложилось. Было время, когда начинались большие изменения в стране. Вооруженные силы под сокращение попали. Войска ПО стали не очень востребованными. Ну и, собственно говоря, большое количество людей, вот выпускников Минского визру, оказались перед выбором дальнейшего пути в жизни. Ну, у меня так сложилось, что этот путь привел меня в ювелирную мастерскую на Ольшевского городе Минске. В 91-м году, вот с тех времен, я очень плотно в ювелирном деле. Но это же тоже все было не просто так. Сложилось не в один момент. Вы не нечаянно проходили мимо мастерской. Вы, насколько я знаю, рисовали всегда. Ну да, как вот у Владимира Высоцкого из песни. Наш Вася с детства связан был с землей. Домой таскал из щебени гранит. Что касается меня, я практически сколько себя помню, я что-то делал руками. И из металла, и из олова, и из гипса, и все, что угодно на протяжении всего времени. И учащих в училище тоже какие-то изделия были. Поэтому для моих близких ни для кого не было удивлением, когда я в мастерской ювелирной. Было ожидаемо. Получается, что талант просто-напросто хранился в себе. Ждали того самого момента, когда его можно будет проявить. Смотрите, вот работа знаменитых мастеров, например, того же Карла Фаберже, заставляет думать, что ювелирное дело – это удел избранных. А вот вы как считаете, это больше талант, с которым рождаются? И, наверное, частично ваша личная история тому подтверждение. Или это все-таки мастерство, которому просто можно научиться, если ты терпелив, последователен и усидчив? Когда произносите имя Карла Фаберже, это целая эпоха, это целый пласт. Карл Фаберже, на самом деле, если сказать, какие изделия сделал непосредственно Карл Фаберже, вы их не найдете. Это целая плеяда мастеров, это художники, эмальеры, камнерезы, скульпторы, там масса. Целая эпоха была. На сегодняшний день мы, наверное, очень сильно отстаем от того времени. Наверное, востребованность немножко другая, именно в таких высокохудожественных изделиях. Но, тем не менее, люди трудятся. Вот что меня касается, как-то жизнь сложилась так, что с определенного момента я занимаюсь церковным искусством, предметами. Это такой был момент переломный, когда в руки попадаются фотографии Креста и Фросини Половского, старинные фотографии конца 19 века. И это такой ключевой момент, когда все меняется в жизни, когда видишь, что то, что делали наши предки в 12 веке, для нас является просто практически, ну, таким потолком возможности. Так, а как вот в вашей жизни случилось, появилась эта работа? Просто были фотографии, вы решили, что вот я хочу это посмотреть? Нет, фотографии у меня как бы появились, наверное, случайно. Я тогда был момент, это 2006 год, событие в стране, в Половском монастыре. Николай Петрович Кузьмич, который изготавливал в 90-е годы крест по образу Креста и Фросини Половской, он занимался изготовлением раки. Ну, а кроме этого, нужно было ряд изделий делать. Одно из изделий – это наперстный крест. Наперстный крест, кто не знает, это крест, который священники носят на груди. Вот, наперстный крест для преподобной Фросини Половской. Вот эта работа у меня почти год занялась. Там много было обсуждений, дискуссий с владыкой митрополитом Филаретом, который тогда и сказал, что крест, который делается для Ефросини, должен в духе времени быть. Вот попытка найти какое-то решение в духе времени в 12 веке для креста Наперстного, да, меня познакомило с фотографиями, они впечатление произвели, конечно. Ну и все, вся дальнейшая жизнь сложилась так. Я 10 лет занимался просто изучением этих фотографий, пытаясь для себя раскрыть, какие камни, какой цвет, восстановить лики, потому что утрачено все. На Половском кресте на фотографиях видно, что он в чрезвычайно таком состоянии. Восемь столетий, там вопросов было масса. Вот лет 10 ушло просто на решение или как бы на попытку найти ответы. И вы как-то с историками работали? Я с кем мог работать? И с историками, и с археологами, с художниками. То есть каждый внес по чуть-чуть свою лепту? Ну, где-то да. Ответы находились в чрезвычайно разных местах, поэтому тут это 10 лет работы. Еще один важный этап вашей работы, вашего пути, это, конечно, работа над Туровским крестом. С самого начала вы говорили о том, что эту работу сопровождают чудеса. Их наверняка было очень много, но, возможно, что-то запомнилось вам больше остальных примеров. Поделитесь с нами. Ну, я говорил, что там на каждом этапе было просто вообще и Половский крест, и Туровский. Слуцкая Евангелие наша мастерская занималась тоже. Тоже, да? Об этом, да. Слуцкая Евангелие, восстановление, реконструкция исторического оклада. Это отдельная тема, да. А по Туровскому кресту, ну, такое самое яркое, как материал нашелся. То есть это начало пандемии, это закрыты границы. У меня не получилась поездка на Афон. Кажется, вот надо приступать к работе, а для старта ничего нету, материала нету, кипариса нету. И у меня за год до этого была поездка на Афон, и в эту поездку я как бы случайно заготовки кипариса сделал. Не в размер, не как бы тогда, ну, про между прочим. И вдруг оказывается, что вот март месяц, приступать к работе, я достаю эти заготовки, они в размер сделаны. Просто в размер для Туровского креста. Просто совпадение или чудеса? Да, как бы говорят, совпадение, не думаю. Не думаю, что вы скорее верите в то, что это чудеса, правильно? Ну, таких чудес на самом деле чрезвычайно много. Ну, вот о работе ювелира давайте поговорим. Что вот для вас такое самое интересное? Точнее, давайте так, самый любимый момент в процессе и самый нелюбимый какой-то, может быть так. Самый сложный. Знаете, когда вся профессия любимая... То не бывает нелюбимых. Выбрать какой-то момент, да, это вот в современном ювелирном производстве, когда все заняты на каких-то участках технологических, да, кто-то там полирует изделия, кто-то камни вставляет, кто-то восковые модели делает, кто-то отливку делает, да, ну, и как бы нравится, не нравится именно участок работы. Когда художник-ювелир и занимается, ну, зачастую сопровождает изделие от начала до конца, то выдели где-то любимый, нелюбимый момент. То есть с трудностями вы тоже справляетесь довольно-таки легко, как вы нам сказали. Не было материала, а вот он случился внезапно. У меня сегодня был один момент такой, вот при изготовлении наперстного креста. Было благословение владыки митрополита Филарета на изготовлении, утверждены были эскизы. И очень было большое горячее желание тыльную сторону немножко симпровизировать. Когда крест практически готов, остается там несколько дней, и думаю, я же успею сделать тыльную сторону. У меня ушло три дня почти впустую. Я как бы... То, что до этого делалось там за часы какие-то, три дня, в завершении этих трех дней я сплавил все свои импровизации, раскатал листики. Тыльная сторона, это разговор идет о тыльной стороне. И на тыльной стороне просто лаконичная надпись «Спаси и сохрани» на этом кресте. Она, может быть, не соответствует тому времени, она может быть как бы более поздняя. Но владыка митрополит благословил именно так сделать. Вот как благословил, так оно и получилось. Все импровизации, они... Ну, наверное, нужны были тогда эти, получается, три дня для того, чтобы переосмыслить все то, что хотелось сделать, и чтобы потом все-таки оно вылилось в такую чистую картинку. Ну, действительно, то, что вы рассказываете о веяно большим количеством чудес, нам пока еще непостижимых каких-то тайн, и удивительно, что так все это складывается. Наверняка вы знаете краткий ответ на вопрос, но все-таки вот есть художники, которые создают ювелирные изделия, а есть ювелиры, которые создают искусство. В этом случае вы больше кто? Да не знаю, это не мне судить. Такой нескромный вопрос, кто я. Это судить тем, кто на мои изделия смотрит, наверное, так. Однозначно могу сказать, что вы человек, влюбленный в свою профессию. Всей душой, всем сердцем. Это точно можно сказать. Пусть вопрос останется открытым, пусть это решат наши зрители. Но мы напоминаем, что в Международный день ювелира в студии Добра ранится Беларусь. Мы говорили с лауреатом премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение художником-ювелиром Олегом Ермоловичем. Спасибо вам большое и с праздником! С праздником! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!